Доброго дня, всем добрым людям, на YouTube-канале Марка Солонина начинается давно обещанный сериал, посвященный истории XX века, истории войн Израиля. Давно я собирался это делать, мысль у меня появилась после того, как в январе у нас вышел на канале шестисерийный сериал по поводу организации украинских националистов, бандеровщины и так далее. Там было очень много комментов, там было 18 тысяч комментов, я их почти все прочитал, по меньшей мере сотни людей задавали мне вопрос в разной форме, в том числе прямо в такой, а не слабо ли тебе рассказать, что вы делали еврейские террористы, что вы делали сионистские террористы, вот как вот они огнем и мечом строили свое государство, а то ты нам тут тычешь, тут в нос. Когда меня вежливо спрашивают, не слабо ли мне, конечно же, мне не слабо, я уже начал готовить этот цикл, папочка уже появилась в Кампену, понятно, что 24 февраля наши планы сильно изменились, но сегодня действительно добрый день, когда я могу реализовать эту задумку. День для этого самый подходящий, вы это видите в последний день Хануки, это еврейский, можно сказать, даже древний еврейский праздник, посвященный чему, как раз-таки, освободительному восстанию, победе. Освободительное восстание евреев и людей против, как это называется, ученика греко-сирийских захватчиков. Кроме того, в этом году Ханука буквально совпала с католическим Рождеством, соответственно, я совершенно искренне поздравляю всех тех наших зрителей в Украине, в других странах, которые отмечают Рождество Христово по католическому календарю с этим праздником, и, конечно же, прежде всего и самое главное, я приношу огромную благодарность и уважение тем солдатам Украинской армии, которые сейчас, вот сейчас, вот защищают нас и позволяют мне, сидя в Киеве, вам что-то рассказывать, соответственно, нам, почтеннейшая публика, что-то слушать. Как я замыслил еще тогда, в начале февраля этого года, наш разговор, посвященный воинам Израиля и преступлениям израильской военщины, начнется вот с этого изумительного по своей концентрированности отрывка текста. Он перед вами. Надрукованную украинскую мову, как видите, там страничка какая-то стоит, то есть это не расшифровка прямого эфира, когда человек что-то говорил, не очень там задумываясь. Это прямо большая статья в научном сборнике, и вот статья была посвящена истории украинского националистического движения, и в частности в ней вот есть такой фрагмент. Перевожу на русский язык. И уж совсем не слышно голосов поборников общечеловеческих ценностей, общечеловеческие ценности помещены в кавычки, издевательские кавычки, когда речь заходит про деятельность еврейских боевиков, которые в преддверии создания государства Израиль массово убивали европейских и арабских поселенцев в Палестине, которых, к слову говоря, евреи утратили почти две тысячи лет до того, и отвоевывали ее, опираясь, главным образом, на утверждение собственных религиозных книг про то, что земля эта была обещана их народу Богом пять тысяч лет назад. Отметим и то, что в 1948 году евреи составляли лишь 10% населения Палестины, тогда как почти 90% были арабами. Из 800 тысяч арабов израильтяне выгнали с прадедовских земель и убили 630 тысяч человек, уничтожая вместе с жителями целые поселения Дерисин, Канай и другие, периодически устраивая в лагерях беженцев неимоверно жестокую резню, как, например, в Сабре и Шатиле. Значит, если кто, у кого дух перехватил, еще раз повторяю. Значит, нам сообщают о том, что государство Израиль было осознан еврейскими боевиками, а начали они с того, что массово, массово убивали арабских и даже каких-то загадочных для меня европейских поселенцев, захватывали эту страну, Палестину, они опираясь главным образом, а других причин даже не указано, главным образом, на собственной религиозной книжке, написанной 5000 лет назад, их было, их было, евреев одна десятая, однако чудовищно жестоким, неимоверно жестоким террором они заставили арабов, которых было в 9 раз больше, в ужасе бежать, но убежать удалось не всем, многих они убили, из 800 тысяч арабского населения убили и изгнали с прадедовских земель 630, то есть абсолютное большинство, уничтожая целые поселения вместе с жителями. Вот такая ужасная история. Второе, что привлекло внимание моего к этому фрагменту, это личность автора. Иван Патреляк, профессор, доктор исторических наук, главный историк Украины. Почему я его называю главным историком Украины, а как я еще должен называть декана исторического факультета Киевского университета имени Тараса Шевченко. Главный университет страны, в этом главном университете страны есть исторический факультет, и его возглавляет господин профессор Патреляк. Ну как же его не назвать иначе, как главным историком Украины. Именно он и готовит тех учителей, ну, его в культе готовят тех учителей, которые, соответственно, рассказывают всю правду про преступления израильской военщины моим уважаемым зрителям, которые потом пишут мне очень вежливые комменты. Замечательно. Вот мы с этого и начнем. И, как я думаю, все постоянные зрители нашего канала знают, просто наверняка знают, что начнем мы, конечно, с китайского калькулятора. А китайского калькулятора мы спросим. Значит, было 800 тысяч арабов. Из них 630 тысяч изгнаны или даже убиты. Ну, вообще, этот союз и такая опасная вещь, что-то убили или изгнали, есть большая разница. 11 миллионов украинцев со мной согласятся. Есть большая разница оказаться в изгнании, быть беженцем, внутренне перемещенным лицом или быть убитым. Большая есть разница. Ну, в любом случае, 630 изгнали и убили. Сколько осталось? Я думаю, даже без китайского калькулятора понятно. Осталось 170 тысяч человек. Вот 630 убежали или были убиты, а остались на этой территории, захваченной еврейскими боевиками, мучиться там, мучиться и страдать, 170 тысяч человек арабского населения. Какова я судьба? Кто-нибудь еще дожил до наших дней под этим чудовищным гнетом? Смотрим на экран. 2 миллиона 30 тысяч – это арабские граждане государства Израиля. То есть у них просто израильский паспорт, все дела. Кроме того, на территории, которая называется Западный берег или Иудея-Самария, или Палестинская автономия, или владение Махмуда Аббаса, значит, там проживает 2 миллиона 568 тысяч арабов. Кроме того, на клочке земли под названием «Сектор газа», под контролем другой террористической организации, организации «Хамас», проживает еще 1 миллион 816 тысяч человек. Даже не надо спрашивать, кто они по национальности, потому что ни одного живого еврея на территории «Сектор газа», конечно, быть не может. Таким образом, 170 тысяч уцелевших и неизгнанных арабов с 1948 по 2020 год превратились в 6 миллионов 414 тысяч. Такое бывает? Ну, конечно, такого не бывает, и я не буду злоупотреблять и пользоваться досадной ошибкой профессора Патреляк. А профессор ошибся, их на самом деле было больше арабов, ну, правильнее сказать, мусульман было больше, не 800 тысяч, а 1 миллион 135 тысяч. И вот если из этого 1 миллион 135 тысяч, а израильская военщина, ну, тогда же правильно, наверное, сказать, еврейские боевики изгнали 630, значит, осталось ровно 505. Ну, по-простому сказать, полмиллиона. Полмиллиона осталось после вот этой этнической чистки, сопровождающейся геноцидом. Полмиллиона осталось. А теперь на этой территории, в разных ее фрагментах этой территории, живет в 12,7 раз больше арабов. Вот такой результат неимоверно жестокой резни. Их стало в 12,7 раз больше. А такое бывает? Вот так люди размножаются? Нет, люди так не размножаются. Ну, понятно, что в Европе, даже и в Восточной Европе, частью которой является Украина и Россия, так, ну, конечно, уже давно такого приростного населения нет. Ну, вот перед вами таблица, которую я составил. Данные взятые, ну, это ООНовские данные, там с 51-го года, просто по любой стране есть по всем годам. Вот, я выбрал страны, арабские желательно или мусульманские, ну, то есть там, где примерно схожие традиции, семейное право, семейные понятия. Соответственно, ну, все перед вами, все перед вами. В странах максимально европеизированных, вестернизированных, модернизированных, Тунис и Турция, а там вот за эти годы, ну, 51-е, конечно, не 48-го, а с 51-го, но вы понимаете, на таком большом интервале уж небольшая разница. Вот там население в Тунисе выросло в 3,3 раза, в Турции в 4 раза, дальше все. Вы видите, на вершине этой таблички Йемен, довольно-таки дикая страна, где население с 51-го по 22-й год выросло в 6,6 раз. К моему удивлению, лидером оказался Ирак, не знаю даже почему, там в 7,3 раза. В целом же, в целом, по всей Африке, в целом 6,1. Причем тут Африка дайраба скажется, а с кем сравнивать? Азия в целом 3,3, ну, это понятно, почему две крупнейшие страны Азии, Индия и Китай, там государственная политика контроля зарождаемости, поэтому там нет таких больших коэффициентов. Ну, то есть мы видим, что, ну, реальные, реальные для арабского, мусульманского мира темпы прироста населения, вот этот период с момента создания Израиля по наш день, ну, где-то 4,5,6. 4,5,6, ну, максимум 7,3. Такого, чтобы людей стало больше в 12,7, почти в 13 раз, такого просто не бывает. Просто не бывает. И мы делаем первый вывод, что для того, чтобы народ ваш размножился и стало вас так много, как звезд на небе и песка на морском берегу, это обычный оборот Ветхого Завета, то есть Торы, когда там Всевышний говорит евреям, вот будете следовать моим предписаниям, я размножу ваш народ. Так вот, оказывается, самое эффективное, ничто с ним не может сравниться, это стать жертвой произвола и террора и невероятно жестокой резни со стороны израильской военщины. Вот тогда народ вашей размножится. Но я думаю, что все-таки самым правильным сравнением в контексте нашего разговора будет не сравнение там с Египтом, Алжиром и Йеменом, а сравнение с последствиями того изгнания и убийства тех, то этнической чистки, которые произвели украинские националисты, украинские экстремисты, украинские террористы, а Бендеровские в 43-44 годах на территории Восточной Польши, которая по воле Сталина стала западными областями Украины. Значит, посмотрел я данные по украинской переписи 2001 года, да, понятно, не те годы, но там все равно все понятно. Значит, на Волыне, на Волыне, это современная Волынская и Ровенская, Ревенская области Украины, живет, жила тогда 2,9, ну, 3 тысячи поляков. Ну, это практически ноль. То есть, Волынь просто стала зачищенная, и такой же зачищенной она и осталась. На территории исторической Восточной Галичины, то есть, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области современной Украины, по данной переписи, жило тогда 20, чуть меньше 25 тысяч поляков, извиняюсь, поляков, а в Польше, по переписи 1930 года, их было 2 миллиона 650, я округляю. То есть, численность польского населения в Восточной Галичине сократилась в 100 раз. Ну, в Волыне просто там это числом уже передать нельзя. В 100 раз уменьшилась в результате этнической чистки, проведенной галичанскими националистами. А вот там, где действовали еврейские боевики, там арабский народ, подвергнутый террору и изгнанию, размножился в 12,7 раза. Определившись с тем немногим, но очень важным, что нам подсказал китайский калькулятор, теперь начинаем заниматься историей. Историю, конечно, надо начинать с начала. Начало было 2 ноября 1917 года. Вы это запомните на всю жизнь. За 5 дней, за 5 дней до Великой Октябрьской стилистической революции, или от большевистского переворота. Дело вкуса. Вот за 5 дней до этого самого дела, до Октябрьских, 2 ноября 1917 года, министр иностранных дел Британской империи, лорд Бальфор, подписал, вот оно перед вами, прямо с его автографом, вот эту вот бумагу, знаменитую, знаменитую декларацию Бальфора. О чем же там было сказано? Ну, передана она была лорду Ротшильду, как вы видите, как представителю Сианинского конгресса. Ну, отбрасывая начало и конец с традиционными, значит, выражениями вежливости, само содержание. Читаю вслух. Правительство, его величество, с одобрением рассматывает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижению этой цели. При этом ясно подразумевается, что не должно производиться никаких действий, которые могли бы нарушить как гражданские и религиозные права существующих, нееврейских общин в Палестине, так и права и политический статус, которыми пользуются евреи в любой другой стране. Искренне ваш, Артур Джеймс Бальфор. Это, в третий раз повторяю, ноябрь 1917 года, чуть меньше, чем пять лет, вот эти основные, это идея, идея создания еврейского национального очага и рейс-национального дома в Палестине была закреплена решением Лиги наций. Должен вам сказать, что Лига наций, созданная тогда главным образом с подачи Вудра Вильсона американского президента, вообще-то имел гораздо большие полномочия, чем нынешняя Организация Объединенных Наций. Она понималась как некий проопресс будущего мирового правительства, который предотвратит дальнейшие войны на Земле после Первой этой мировой войны. И вот 24 июля Лига наций принимает решение и выдает Британской империи мандат на разрешение и поручение права и обязанности на создание еврейского национального дома в Палестине. Читаю, опять же, документы сначала несколько фрагментов преамбула, она, как всегда, длинная, поскольку основные союзные державы согласились с тем, что держатель мандата должен быть ответственен за проведение в действии декларации, сделанной 2 ноября, 17-го года. Поскольку таким образом признается историческая связь еврейского народа с Палестиной и основание для восстановления их национального дома в этой стране и дальше вся эта преамбула, и, наконец, суть дела. Статья номер 1. Держатель мандата, то есть, британское правительство будет обладать полной законодательной и административной властью, ограниченной условиями настоящего мандата. Статья 2. Держатель мандата будет ответственен за создание в стране таких политических, административных и экономических условий, которые обеспечат установление создания еврейского национального дома, как изложено в преамбуле, и развитие института самоуправления, а также неприкосновенность гражданских и религиозных прав всех жителей Палестины, независимо от расы и религии. Замечательно. Именно это, хочу рассказать уважаемому профессору Патреляк, а не какие-то воспоминания о сказках древних семейских пастухов 5000-летней давности, хотя для миллиарда людей на планете Земля это не сказки, по-русски это называется священное писание, по-украински святописно, а именно декларация Бальфора и принятая на ее основании мандат решений Лиги наций, которую выдала Британия, мандат на проведение этого всего дела в жизни и явилось основанием политическим, правовым основанием для создания еврейского государства на территории Палестины. Далее мне надо ответить на вопрос, который вы, конечно, уже с возмущением задаете. Якова Переляку, с какой стати кто-то распоряжается чужой землей, почему это какие-то британские министры, большая Британия, но почему он принимает решения там, наверное, было арабское государство, они что-то решают, что там должно быть. Основание очень простое, непоколебимое, несокрушимое основание, право завоевания. Британия завоевала эту территорию и решила, что на ней делать. А что же это была за территория? Нет, ребята, это не была территория какого-либо арабского государства. Никакого арабского государства в Палестине уже не было многом, к моменту декларации Бальфора, не было много-много-много-много веков. Что же там было? Перечислять все, что там было, это будет бесконечно долго. Наверное, все-таки последнее, то, что можно было назвать арабским государством, закончилось после прихода туда крестоносцев в 1099 год. Дальше потом еще было, конечно, 150 лет государства намелюков, но намелюки уж ни с какого боку не арабы. Но мы не об этом. Предыдущие 400 лет ровно минуточка в минуточку, 400 лет с 1517 по 1917 год, очень легко запомнить, 400 лет эта земля, эта территория, эта Палестина, полоска земли между рекой Иордан и берегом Средиземного моря была частью огромной империи, Османской империи, Атаманской империи или по-простому говоря Турции, Турецкой империи, как это обычно пишут в российских книжках. Гигантское государство, вот оно перед вами. Поглядите вы на него, зеленым обозначено это то, что было просто в составе Турции, светло-зеленая заливка, это вассальные, признавшие ее власть, себя признавшие вассалами, территорию, в частности, кримские, кримское ханство. Турции, как видите, наверное, не уступающие по площади территории Римской империи. Вы здесь, пожалуй, еще лучше видно на этой картинке, то есть на пике своего могущества, пик ее могущества, это конец 17 века, Османская империя сделала Азовское море и Черное море своим внутренним озером, она вышла на рубеж реки Днестр, то есть заняла значительную часть украинской современной подолии, а периодически они еще переходили за Днестр и доходили аж до Южного Буга, а на Западе они уже были в преддверии Вены, и не очень далеко им оставалось уже идти до Северной Италии, ну и плюс тому еще, как видите, вся Северная Африка, гигантская, вот такое было государство, было оно, было, было оно, было, но как-то так все пошло и стало оно растворяться. Вот это вот карта Османской империи конца 19 века, как видите, там я внизу, карта, если посмотрите, обозначена шестиугольная звезда осиника цвета, это как раз-таки Иерусалим, и что-то мы смотрим на эту картинку, видим, как-то все изменилось, уже никакого тут не то, что Азовского моря, уже от Черного моря почти ничего не осталось, а на востоке Российская империя уже вышла и создала общую границу с Персией, то есть это все потеряно за Кавказье, и Греция это уже потеряно, и большая часть Балкана уже потеряна, и в общем-то империя съеживается, и недолго ей уже и остается, недолго ей остается, в составе именно вот там, как маленький кусочек этой империи была Османская Палестина, кстати, обратите внимание, вот там, где опять же обозначено Иерусалим, это был, я не способен произнести это вслух, это, в общем, будем называть Иерусалимский округ, то есть, если два других Санджаки это обычное для центральное деление для Османской империи, то вот этот Иерусалимский округ, он подчинялся напрямую Стамбулу, соответственно, вся администрация там была турецкая, ну и понятно, что язык делопроизводства, язык образования, конечно же, турецкий, ну и плюс тому там был у любого образованного человека французский или английский язык, арабы там были в качестве пастухов, которые, значит, перемещали некоторое количество крупного, скорее мелкого рогатого скота. Население, да, население вот перед вами и, соответственно, Первую мировую войну этой империи не пережило, не пережило, рухнуло под ударами российской, английской, французской армии и когда война закончилась, то по соглашению, там была длинная долгая история в 16-м году еще с участием в России договорились так, потом Мэддок, потом там были очень много всего сложного, короче, результат перед вами. Вот эта территория Ближнего Востока или Миддл-Ист, Средний Восток, как называют в английских текстах, была поделена следующим образом. Территория французского мандата, это то, что сейчас стало Сирией, Ливан сразу был выделен как независимое государство, а вот то, что здесь коричневой заливкой, два британских мандата, британский мандат на Палестину, подмандатная Палестина и Месопотамия, то, что сейчас называется словом Ирак. Вот так они это дело себе и нарезали, таким образом англичан получилась территориально неразрывная вот такая затейливая форма, но тем не менее территориально неразрывная полоса из двух подмандатных территорий. Одна, которая стала Ираком, а вот что же стало с другой? А что же стало с другой? Вот так выглядела та самая британская подмандатная Палестина, мандат на которую дали в июле 22-го года, чтобы там она создала еврейское государство, еврейский национальный очаг. Получив этот мандат и все права, англичане подумали, что зачем им так много? Не, ну правда, зачем им так много? И для начала сделали вот так. А то есть территория, которая в соответствии с решением Лиги наций, на которой территория англичанам была поручена создать еврейский национальный очаг, для начала ее порезали. Большая часть то, что к востоку от реки Иордан, то есть правая часть этой картинки, транс Иордания за Иорданья превратилась в хашемитское королевство Иордания. И вот только на полоске между западным берегом ручья Иордан и Средиземным морем, вот на этой полоске англичане вроде как собирались выполнить те поручения, которые получили от Лиги наций в соответствии с выданным им мандатом. Это был шаг номер один. Ну, как вы видите, территория разделена, и никак нельзя назвать, что это разделили пополам. Что такое хашемитское королевство в двух словах, это вообще страшно, это страшно древняя история. Вот этот почтеннейший гражданин, он, да, портрет, но это не должно нас удивлять, потому что это еще язычник. Это прадедушка, прадедушка пророка Мухаммеда, да благословит его Аллаха приветствует. Вот от этого прадедушки идет род, клан хашемитов, вот этого хашима, каковой клан, значит, командовал в Мекке, а Мека, как вы понимаете, это юг Иравийского полуострова, это вообще за тысячи километров какой-либо Палестины, вот там вот англичане с этим Лоренцем Иравийским, значит, организовали арабское восстание против османских турок, и вот потом в награду за это им пообещали Ирак, но они хотели идти, в общем-то, были длинные разборки, в конце концов, один из рода этих хашемитов, значит, король Фейсал возглавил то, что потом называлось Ирак, а другому брату отдали за Иорданию, транс-Иорданию, то есть, часть подмандатной Палестины, где возникло хашемитское королевство Иордания, которое существует по сей день. Вот так оно выглядит с точки исчезления территории, а мы-то с вами посмотрим на то, что же было с людьми, с людьми. На момент, на момент, когда закончилась война, вот это, видите, это очень точная таблица, потому что, насколько это вообще там было возможно в условиях войны, что это точно, после завершения войны британская команда создала некую администрацию оккупированных территорий, которая пересчитала население, опубликовала вот эти данные, точнее, ничего уже не бывает. То есть, по состоянию на 18-й год на территории подмандатной Палестины проживало 647,5 тысяч человек, из них каждый десятый был евреем, 65 тысяч еврейского населения. То есть, профессор Патриаляк совершенно не ошибся, действительно, одна десятая, только это одна десятая не после того, а до того, как в начальной точке, да, в начальной точке 65 тысяч. теперь смотрим на первую строчку. Почему тут вместо слова арабы написано мусульманин? А это совершенно не случайно, это совершенно не случайно, потому что население вот этой провинции, ну, в рамках Османской империи была провинция, оно формировалось на следующем образом, да, изначально это было то арабское население, которое там было до того, как пришли турки, а потом, естественно, происходило некое отуречивание, но самое главное происходило на рубеже 19-20 веков. А что происходило? А турецкая империя стала разваливаться, можно сказать, гнить заживо. И в ходе этого гниения и распада под ударами российской императорской армии с севера востока, под ударами австро-венгерской или империи Габсбургов с севера севера и запада под ударами восстаний прорабощенных народов Греции, Болгарии, Сербии. Под этим всем делом империя крушилась, рассыпалась, от нее отваливались части, куски, это мы видели на карте. И прямо скажем, все эти народные освободительные восстания по жестокости известства ничуть не отличались от карательных операций турецких войск. В результате, просто приходим к цифрам, с территории современной Болгарии бежало 780 тысяч человек мусульманского населения, с территории российского, как он стал российским, северного Кавказа 900 тысяч человек, особенно, главным образом, черкесы, Греция 815 тысяч, Румыния 290 тысяч, территория того, что сегодня называется Югославия, Сербия, Босния, Черногория 300 тысяч мусульманского населения. Посмотрите, что у нас получается. То есть, огромный поток людей, которые действительно выбросили с прадедовских земель, в конце не они виноваты в том, что происходило 400 лет назад. Их выкинули, кого-то по дороге еще и убили, соответственно, они бежали, мусульмане бежали на территорию Турецкой империи, власти в Стамбуле, конечно же, хотели сплавить туда, вот эту заброшенную, абсолютно заброшенную, никому не нужную полупустынную провинцию Палестина. Земля это уже давно не текла молоком и медом, это была каменистая полупустыня, покрывающаяся еще огромными такими заливными после осенних дождей лужами, каковые лужи превращались в огромные малярийные болота, такое странное сочетание пустыни с болотом, совершенно безрадостные места, ну и понятно, что куда же еще отправлять беженцев, поэтому население Палестины к моменту Первой мировой войны, к моменту декларации Бальфруя-раздела, мусульманское население уже в значительной степени было не арабским, а представляло очень сложную смесь самых разных народов, исповедующих ислам, которые заселяли Османскую империю. Почему у нас таблица это так и обозначено? Что было после того? Что было после того? После этого население естественно стало расти, но почему оно росло понятно в второй колонке, которую вы видите сейчас. То есть ирийское население с 18 по 47 год, то есть на момент проглашения независимости Израиля, выросло ровно в 10 раз и к моменту, о котором писал профессор Патрелях, уже составляло 33%, 33% населения общего Палестины, а вот мусульмане, которые, по мнению профессора Патрелях, были 90%, на самом деле их численность уменьшилась до 58%, но 58-33, конечно, не дает 100%, там было всегда было с древнейших времен, там еще было значительное христианское население, самых разных христианских конфессий, включая самые древние, плюс там были друзы и езиды и огнепоклонники, кого там только не было на этой очень древней земле. Но основные религиозные группы были такие, 58% мусульмане, 33% евреи. Так вот, меня интересует рост мусульманского населения, на это я хочу обратить ваше внимание. Ну, к тому моменту его, наверное, можно было назвать арабским в большей степени. Почему население еврейское выросло в 10 раз, понятно. Туда хлынул поток еврейских сианильских переселенцев после того, как была приглашена декларация Бальфора и принято решение о создании там еврейского национального очага. Это понятно. А вот каким образом мусульманское население с 515 превратилось в 1135. Такой естественного прироста, хотя, да, понятно, что там свои традиции в мусульманском мире, но традиции традиции, а детская смертность с детской смертностью. Вот на экране вы примерно видите, как жили там люди в таких условиях при такой степени нищеты, знаете ли, население не растет в два раза за 30 лет. Объяснение очень простое. Вслед за достаточно тоненьким, прямо скажем, ручейком еврейских переселенцев шел большой поток еврейских денег. Ну, той части моей зрителей, которая с Украины, все совершенно понятно. На одного солдата, который сейчас сражается на фронте, приходится уж самое умаловленное 10 или 20 или 30 тех, кто передает деньги на помощь, кто работает волонтером и так далее. Вот примерно та же ситуация была и тогда там. Вслед за тоненьким ручейком еврейских переселенцев, была еще за их спиной 14 миллионов тогда было евреев на планете Земля, асианистские организации и всякие прочие организации, которые помогали деньгами, специалистами и так далее. Следом за ручейком евреев шел поток денег, шел поток еврейских денег, а там, где деньги, там и люди. Это прекрасно знают мои уважаемые зрители из Москвы, Ленинграда, Самары, Нижнего Новгорода и любого другого российского города-миллионника. Они отлично знают, что там, где появляются деньги, там появляются люди, иногда приехавшие, понаехавшие очень даже издалека. И в результате в Москве тажиков становится больше, чем в Душанбе. В Москве азербайджанцы становятся больше, чем в Баку. Ну, не такой масштаб этого явления был в Палестине подмандатный, но, тем не менее, примерно те же самые процессы. Еврейская колонизация, так назовем это, заселение, создание эреских поселений, эреских городов. Тель-Авив, например, появился на пустом месте. Появление кибусов и так далее. Создавало рабочие места, создавало очень высоко оплачиваемые по меркам этой нищей страны рабочие места, создавало огромный спрос на продовольствие. 650 тысяч человек, им надо каждый день что-то есть, а вы понимаете, эти люди приехали на малярийное болото и его осушают в надежде, что через несколько лет там можно будет сеять что-то и собирать суража, а кушать надо уже сегодня. То есть, появился огромный платежеспособный спрос на всякого рода продовольствие. и в результате, да, в эту страну стремились понаехавшие туда по разным оценкам от 200 до 300 тысяч арабских преселенцев, ну, даже нельзя назвать преселенцами, скорее гастарбайтеров. Скорее гастарбайтеров, которые, ну, и в собственном перейти ручеек Иордан, надо было ли перейти какую-то едва ли охраняемую границу с Ливаном, Сирией, Египтом, и вот таким образом эти сотни тысяч гастарбайтеров также наполняли страну и увеличивали долю мусульманского населения. Почтенный публика, наверное, уже хочет меня спросить, а стоп, стоп, как-то все так благостно, все так хорошо, все работают, болота осушают, а где же все ужасы? Все, вот мы подошли, будут ужасы, даже нисколько не сомневайтесь. Начнем с того, что евреи и арабы очень давно жили вместе, очень давно. Это в Российской империи, в русской части, в московской части евреи появились после разделов Речи Посполитой, то есть всего-то 200 лет назад, о чем я писал Солженицын в своей книжке «200 лет вместе». А вот арабы и евреи жили бесконечно долго, еврейские общины на Арабском Востоке, в частности в Йемене, на Аравийском полуострове были еще до возникновения ислама, соответственно, они давно друг друга знали и все арабы, в целом все мусульмане совершенно четко знали, как именно надо жить вместе с евреями. Священный Коран, 9 сура, 29 аят, иногда это русские пишут 29 стих. Цитата, цитата, кавычки открываются. «Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и его посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными». Конец цитаты. Люди Писания это евреи и христиане, те, у кого есть книга, Тора или Библия, Евангелие, Священное Писание, те, у кого есть книга, и которые тоже верят в единого Бога. Ну, вопрос о том, относится ли этот аят к язычникам и многобожцам, предмет долгой богословской дискуссии, но мы сейчас не о том. Мы о том, что надо делать с евреями и первые праведные халифы, задали порядок личным примером, показали, что это значит и как это должно быть. В те самые славные времена, когда правили праведные халифы, последователи Мухаммада, преемники Мухаммада, каждый человек писанину, будем говорить проще, евреи в данном случае, раз в год, один раз в год, должен был лично, лично и индивидуально лично прийти к местному мусульманскому правителю вручить дань, джизья, отдельный налог, который налагался на людей писания, который вовсе не заменял другие налоги и платежи, нет, это отдельная плата за то, что ты живешь. Должен был униженно с поклоном вручить эту самую джизью и получить оплеуху, пощечину, оставаясь таким образом униженным. Можете себе представить, в каком состоянии была рука этого праведного человека, который целый день хлистал других людей по щекам. Ну, в общем, надо сказать честно, прошли века, огонь истинной веры поугас в сердцах мусульман, и собственнорученное вручение джизи, получение пощечины заменилось в тех местах на коллективную, коллективный налог, который взимался с иудейской общины. Ну, в общем, пощечина на самом деле вещь такая, утерся и дальше пошел, правда же, да? Гораздо хуже другое. Понятно, что вот этим плательщикам джизи, они называли зимми, понятно, что зиме запрещалось иметь оружие, это ясно и понятно, а дело в другом, зиме не мог обратиться в суд. Ну, суд создан для того, чтобы разбирать споры между правоверными, а не выслушивать жалобы вот этих интерменшей. В результате, если плохие люди врываются в дом к зиме, избивают его, насилуют жену и дочь, то защититься он не может, у него нет оружия, жаловаться некому. А что же делать? Ну, разумеется, поскольку Аллах велел соблюдать справедливость, то предполагалось, что обиженный зиме должен найти мусульманина, пожаловаться ему, рассказать всю свою тяжелую жизнь, а тот уже от его имени пойдет в мусульманский суд и, значит, будет решать или не будет решать, или еще как-то они там договорятся. Ну, в более понятных, без переводов сарабского языка, терминах это называется крыша. Криша. Вот. Ну, это по... Вот это в основном были многочисленные, придуманные за столько-то веков другие способы напоминать о том, кто они есть, а в частности в Йемене, Йемен, это страна на юге Аравийского полуострова, одна из наиболее твердых верий, в Йемене евреям запрещалось ездить, вообще как-либо использовать благородных животных, лошадь и верблю, да, на ослики можно было ехать, но если еврей едет на ослики, а мимо идет мусульманин, он должен был слезть с ослика и наклониться, чтобы ни в коем случае еврей не оказался выше, чем мусульманин, разумеется, не разрешалось строить дома выше, чем дома мусульман, и запрещалось выходить из дома во время дождя. Даю вам 20 секунд подумать, вот почему нельзя выходить из дома во время дождя. А потому, что дождь смоет мерзкий пот и мерзкую пыль с ног презренного зиме, и дождевая вода вот эту мерзость поднесет к порогу дома мусульманинам. Соответственно, соответственно, когда среди людей, которые в бесконечной череде поколений были воспитаны именно в таких представлениях о жизни, именно такие представления о жизни они воспринимали как установленные Всевышним Создателем мира, когда эти люди видели перед собой каких-то неслыханных и непонятных зиме, которые вместо того, чтобы, так сказать, вдоль стеночки, вдоль стеночки пригнувшись перебегать дорогу, разъезжают на каких-то шайтан-машинах и вообще считают себя здесь властью, это вызвало совершенно очевидную понятную реакцию, особенно принимая во внимание нищету, бедность, крайнюю нищету и крайнюю бедность и невежество этого региона, местных жителей, арабских жителей этого региона. Кроме того, как всегда, как всегда, имеет место человеческий фактор. Человеческий фактор был представлен Мухаммад Амин Аль-Хусейни. Это в высшей степени гнусный человек был муфтием, то есть главой мусульман, религиозным лидером мусульман, муфтий Ярусалимский, зоологический, зоологический антисемит, который и организовывал там все то, о чем мы сейчас будем говорить. После начала Второй мировой войны в конце концов англичане его вынудили бежать. Он бежал из Иерусалима, переместился в Дамаск. Там в 41-м году под его руководством происходил мятеж с целью в Ираке, извиняюсь, в Агдад, да, с целью захвата власти, чтобы Ирак пришел под немецкий контроль. После поражения этого прогерманского мятежа в Ираке он переместился в Берлин, удостоился личной аудиенции Гитлера, получил от Гитлера пособие 50 тысяч рейсмарок в месяц, на которые вел погромную антисемитскую агитацию, используя ССМ информацию, а также вербовал дивизии СС из представителей мусульманских народов и выступая по радио конкретно призывал в частности арабы вставайте как один и боритесь за ваши священные права, убивайте евреев везде, где вы только их найдете, это угодно Богу, истории и нашей религии. Вот этот милый человек находился в Иерусалиме, никто его, британские власти его не трогали, и под воздействием его погромной агитации, которая, естественно, дублировалась во всех мечетах, периодически что-то происходило. А первая волна насилия это август 29-го года, когда начались массовые нападения на евреев по всей подмандатной Палестине в ходе каковых беспорядков, было убито, не считая всего прочего, убито 133 евреи и 116 арабов. 133 евреи и 116 арабов. Согласитесь, это совершенно невероятные цифры, которые едва ли вы вообще когда-то услышали, но теперь вы их услышали. Ибо слово погром, конечно же, не есть новинка, но такие пропорции являются большой новинкой. Ну, сильно ли это удивило? Понятно, что не удивило, и как я всегда попадаю в неловкую ситуацию, мы с вами вообще-то говорим о военной истории. Военная история пишется на определенном языке. Понимаете, если убито два человека, то в оперативном донесении батальона будет сказано, батальон имел единичные потери. В оперативной сводке штаба армии эти два убитых человека не будут даже упомянуты. Для папы с мамой их убитый сын это не единичные потери, а главная трагедия жизни. А 133 убитых человека это не повод для шуток, я прекрасно понимаю, но в масштабе того, что пережили, что видели своими глазами, или слышали от очевидцев, а евреи, вот те самые первые переселенцы, которые населяли в 20-е годы Палестину, после того, что они видели во время еврейских погромов на Украине во время гражданской войны, ну о чем мы говорим? Ну о чем мы говорим? По имеющимся оценкам, а как это ни странно, сохранилось, это отдельная тема, но сохранилось несколько книг, есть фундаментальное исследование Гусева-Оренбургского, это православное священник, багровая книга, изданная в Харбине в 22-м году, представьте себе, даже в Москве, в 26-м году было издано такое исследование еврейские погромы 18-го, 21-го года, автор Островский, и вот перед вами, да, буквально, издано, год назад, Одесса, издательство Астропринт, 21-й год, рекламируя абсолютно бесплатно, Надя Липес, погромы, неудобная правда, 348 страниц, 7 лет работы, по минимальным оценкам было убито 100 тысяч человек, по максимальным оценкам в ходе еврейских погромов на Украине было убито 300 тысяч человек, погромы произошли, опять же, по разным оценкам, от 500 до 700 населенных пунктов, некоторых населенных пунктов они происходили по 3 раза, а в этом масштабе те массовые беспорядки, которые произошли в Палестине в августе 29-го года, действительно, мелкое, мелкое происшествие, и самое-то главное, это пропорции, вот эти пропорции, 133 убитых евреев и 116 убитых арабов однозначно говорят о том, что к тому времени уже была создана Хагана, еврейская самооборона, вооруженные отряды, поэтому погрома не получилось, то есть, может быть, погромщики-то надеялись, что у них произойдет погром, а вместо погрома произошло, произошла, так сказать, массовые беспорядки серии маленьких таких сраженец, в ходе которых получили те и другие, а это была одна волна, следующая волна, это 36-39 год, она в израильской историографии вообще прям называется Арабское восстание, 36-39 годов, да, действительно, продолжалось, ну, понятно, что не непрерывно три года, а с перерывами, отдельными всплесками, в ходе вот этих массовых беспорядков, нападений террористических актов, было убито 400 евреев, 200 англичан и 5000 арабов, такая интересная пропорция объясняется очень просто, почти все убитые арабы были убиты арабами, то есть, после первой уже недели месяцев этих массовых беспорядков, банды арабских погромщиков поняли, что туда не надо ходить, вот туда отходить не надо, еврейские поселения там встретят свинцом, а поэтому они начали рикетировать своих богатых соседей, ну и, соответственно, как и любая криминальная банда, бороться за контроль на данной территории, выяснение, кто тут рикетирует и крышует мелких торговцев. Это, вот эта история имела своим последствием то, что, скажем так, дальнейшее обеднение и радикализацию арабского населения, то есть, люди богатые, состоятельные, уважаемые, не солидные, поглядевшие на все это, ну, естественно, решили, о чем мы здесь делаем. Арабский мир бесконечно велик, клочок под названием Палестина занимает десятые доли процента этого арабского мира, и какого же хера мы сидим на этой территории, где сплошной бардак, когда можно отъехать в Египет, в Иран, в Иран, ну, Иран, конечно, другая страна, не арабская, но тоже мусульманская, и жить, и вести свои дела спокойно, в результате здравомыслящая и богатая часть, кто мог себе это позволить, отъехала, осталась нищета, еще более агрессивная и вдохновляемая по-прежнему, провоцируемая фанатичными религиозными подповедниками. Таков был итог этих эпизодов, но еще раз повторяю, эти эпизоды это не кошмар, это и совсем не кошмар. Настоящий кошмар, как мы понимаем, происходил в другом месте, настоящий кошмар происходил в другом месте, он начался с приходом гитлеров власти, он совершенно ясно обозначился после издания соответствующих законов, в которых евреи были поставлены в гитлеровской Германии в положение людей второго сорта, он перешел к прямому насилию во время так называемой хрустальной ночи, это осень 1938 года, ну а потом началась война и началось истребление людей сначала сотнями тысяч, а потом миллионами. И вот тут-то вы и должны спросить у меня, почему же только 650 тысяч евреев в Палестине, почему не 6,5 миллионов, это абсолютно правильный вопрос, почему не 6,5 миллионов, а потому, и теперь мы подходим к самому главному и самому трагичному, я бы даже добавил самую необъяснимому во всей этой истории истории подмандатной Палестины 20-30-х годов. Британское правительство довольно быстро поняло, что оно получило чемодан без ручки и начало искать пути, как бы мы избавиться от своих обязанностей по мандату. Для начала они ввели квоты на еврейскую иммиграцию, квоты эти то увеличивались, то уменьшались, шла борьба за каждого человека, периодически они вводили ограничения на создание новых поселений, на приобретение недвижимости евреями, это заигрывание с арабами дошло до того, что в 1938 году британское правительство решило, давайте мы еще раз разделим, вот мы уже разделили, о чем мы говорили несколько минут назад, на транс Иорданию и западу от Иордана это уже будет Палестин, давайте мы ее еще раз разделим, как известно это басни про лису и ежика, поделим по-честному тебе половину, мне половину и твою половину, мы по-честному съедим вместе. Вот, наконец дело дошло до 1939 года, 7 февраля 1939 года, в Лондоне в дворец Сент-Джеймс состоялась конференция, она так пошла выстроена конференция Сент-Джеймса, которая должна была решить вопрос, как же нам все-таки разрешить регулировать вопрос обустроить Палестину. Внимание, внимание, вопрос, а с кем мандатарий, так это называлось, страна, получившая мандат от Лиги нации на создание на этой территории еврейского национального дома, с кем она должна обсуждать этот вопрос. с теми, кто дал вам мандат с Лигой наций, и с теми, для кого этот дом создается, с еврейским агентством, который был признан англичаной в качестве полномочного представителя еврейского населения. На конференцию призвали, да, позвали евреев, это правда, позвали представителя того самого муфтия, замечательно, да, с кем надо обсудить, как там все обустроить, а также представителей Транс-Севордании, Египта, Ирака и Саудовской Аравии. Если появление там египетского представителя, как-то можно понять, но Египет это соседствующая страна, причем там Саудовская Аравия до палестинских дел, и вообще кого должно интересовать мнение Ирака и Транс-Севордании, то есть двух искусственно нарезанных англичанами государств, которые находились под мандатным управлением. Как не трудно догадаться, конференция закончилась ничем и 17 марта 1939 года. 17 марта 1939 года. Ровно через два дня после того, как гитлеровский вермахт занял Чехию, порвав клочки и выкинув Мюнхенские соглашения, что вообще можно считать днем начала Второй мировой войны, и ровно за четыре месяца до 17 сентября того же самого 1939 года, когда Советская Красная Армия ворвалась в Польшу, таким образом завершив разгром Польши, начатый немцами 1 сентября, вот 17 марта 1939 года появляется так называемая «Белая книга Макдональда». Макдональд это был такой министр по делам колонии правительства и его королевского величества Великобритании. В соответствии с этим документом, ну, по сути дела, там только этих слов не было сказано, но по сути дела англичане отказались, категорически отказались выполнять те полномочия и то поручение, которым дала Лига нации. То есть на ближайшие 5 лет был установлен лимит 75 тысяч новых еврейских поселенцев за 5 лет. За 5 лет с разбивкой по годам каждый год по 15 тысяч и не более. После этого все. После этого еврейская эмиграция должна просто прекратиться и еще через 5 лет после этого там, на этой территории должно быть приглашено некое государство не трудно догадаться кто бы в этом государстве был большинством в этой ситуации после чего англичане умывают руки и уходят. Это был откровенный наглый бесцеремонный отказ от обязательств которые они получили по мандату при этом заметьте они же оттуда и не ушли это же не просто они сказали нам это больше не надо не уходим нет они оттуда и не ушли но выполняются условия того мандата на основании которым кто-то вообще не кто-то Лига нации позволил распоряжаться этой территорией англичане не собирались после чего начинается война гитровская оккупация Польши начинается уже полноценный полноценный геноцид еврейское население Польши убивают сначала десятками тысяч потом сотнями тысяч потом это как мы знаем война перехлёстывает дальше она перехлёстывает дальше на восток от польских границ и человекоубийство уже измеряется миллионами убивают людей детей женщин стариков от грудных младенцев до стариков убивают миллионами англичане твёрдо стоят на позиции своей белой книги и никого не пускают и что же в этой ситуации надо делать ответы не нашёл никто тогда ответы никто не нашёл и сейчас имея 70 лет на размышления так никто и не смог найти ответ а что же надо было делать и был ли какой-то шанс переломить эту ситуацию вы взлетаете в этой трагической абсолютно безысходной ситуации наблюдая за тем как в Европе их собратьев с грудными младенцами женщинами и стариками убивают сотнями тысяч и миллионами сионистское движение еврейские поселенцы в Палестине пытались что-то делать в этой связи произошёл раскол сионистского движения это отдельная большая тема но был некий мейнстрим была некая основная основная группа представленная упомянутым еврейским агентством это Бен Гурион будущий руководитель государства которые считали которые считали что мы должны продолжать разговаривать с англичанами мы конечно же в ситуации войны когда Англия воюет против гитлеровской Германии должны быть союзниками англичан мы должны им помогать наши люди должны воевать в армии антигитлеровской коалиции наши подпольщики должны бороться против гитлеровских оккупантов в Европе была в конце концов даже создана в Палестине еврейская бригада которая реально воевала на итальянском фронте мы должны оставаться лояльными союзниками англичан в этой войне и надеяться что у них пробудется совесть была другая другая группа меньше во всех отношениях возглавляемая Зеевым Жаботинским выдающийся великий муж великий муж великий человек 20 века из Одессы кроме всего прочего блестящий публицист блестящий писатель есть у него роман пятеро пятеро Одесса Одесса периода русской революции 1905 года на мой вкус один из лучших романов на русском да конечно написано на русском языке рекомендую вот сторонники Жаботинского они назывались там ревизионистами считали что надо с англичанами бороться но и они и группа Жаботинского и созданная ну под их если не руководством то под их идейным влиянием вооруженная структура вооруженная структура Иргун которая воевала то есть вела диверсионную деятельность против англичан до начала войны после начала войны тоже приняла решение что ну мы не можем мы не можем в условиях когда Англия воюет против гитлеровской Германии стрелять в английских солдат и мы должны прекратить эту вооруженную борьбу и тогда от этой уже меньшинства от этого так называемого ревизионистского меньшинства откололась крохотная группа крохотная группа возглавляемая человеком которую звали Аврам Штерн которая создала уж совсем крохотную организацию крохотную организацию которая сказала нет нет мы так мы так не будем мы будем воевать против англичан называлась это лыхи это аббревиатура лохомехи рот израиль борцы за свободу израиля отколовшись отколовшись от основного ревизиониста то есть экстремистская группка отколовшаяся от большой радикальной группки в частности Штерн писал к началу войны вся сионистская политика шла на поводу Англии как она захочет так и будет еврейское агентство со страхом под обострастем исполняло английские приказы оно превратилось в мобилизационный пункт чужой армии вместо того чтобы стать главным штабом еврейской армии такая политика основывается на одной лишь убогой мыслишке так как арабы отказались воевать на стане Англии а евреи наоборот преисполнены боевого духа и с радостью идут в бой то Англия победив не останется в долгу и воздаст еврейскому народу по заслугам разглагольствование о мирной конференции надеждах которая осуществляется после того как демократическая Англия заново перестроит мир лишены всяких оснований последний и решающий ответ может дать только еврейское оружие еврейская сила это замечательно сказано осталось только за малым где же эта сила вся вот эта группировка лэхи выглавляемая Авраамом Штерном вместе с связными вооруженные невооруженные все вместе вся вот эта группировочка по максимальным оценкам насчитывала 200 человек не 200 тысяч человек а 200 человек как же эти 200 человек могли набраться силы способны к чему-то принудить британскую империю на тот момент 40 миллионов квадратных километров в территории или к чему-то принудить гитлерскую Германию с ее союзниками ну сам Авраам Штерн был поэт поэт написал много стихов но я не читаю на рите поэт уж тем более говорят хорошие стихи поэты люди всегда немножко не от мира всего и в результате он написал некий текст каковой текст не сыгравший даже микроскопической роли в истории второй мировой войны в истории санитского движения в истории государственный зал а каковой текст однако десятками лет кормил поил природовал душу просто именины сердца а сначала советского государственного антисемитизма ну а потом по наследству эту эстафетную палочку передал ну определенным украинским историкам типа упомянутого нами выше профессора Патреляк что же они сделали что же они сделали в конце октября сорокового года посланец Штерна один из представителей этой группы Лехи звали Нафтали Любенчик был отправлен да отправлен Штерна в Бейрут где он встречался с чиновником министерства иностранных дел Германии Отто фон Хентигом вопрос о том знала ли сама организация еще раз повторяю вся организация это 200 человек вместе с сочувствующими и связными а знала ли организация об этой инициативе своего лидера вопрос неизвестен как бы то ни было появился текст он сохранился в немецком переводе в немецких архивах был найден в общем среди историков сомнений в его достоверности нет Арлан Штерн обратился к немцам со следующим предложением сейчас будет большая длинная цитата часто в выступлениях и высказываниях ведущих государственных деятелей национально-социалистической Германии указывается что одно из необходимых предпосылов создания нового порядка в Европе является радикальное решение еврейского вопроса путем высылки евреев эвакуация еврейских масс из Европы является необходимым условием для решения еврейского вопроса но она может стать возможной и полной лишь на основе расселения этих масс в национальном очаге еврейского государства к Палестине решение еврейского вопроса таким образом приведет раз и навсегда к освобождению еврейского народа что является задачей политической деятельности и многолетней борьбы израильского освободительного движения Эцель хорошо знаком с доброй волей со стороны правительства германского рейха и его властей в отношении сионистской деятельности внутри Германии и к сионистским планам эмиграции в Палестину исходя из этих соображений Эцель в соответствии с вышеопомянутыми национальными чаяниями еврейского национального движения считает себя находящимся на стороне германского рейха и предлагает принять активное участие в войне на стороне Германии ну это конец цитата на самом деле текст был еще больше ну вы понимаете какая-то прекрасная вещь это текст в Советском Союзе даже целые книги выходили под названием фашизм под голубой звездой может быть может быть лет пять назад до ноября сорокового года немцы бы это еще даже прочитали ноября сорокового года Германия взяла под свой контроль практически всю континентальную западную Европу Франция разгромлена Англия загнана на свой остров огромная империя находится под ударами вот-вот ее метрополия будет захвачена тот самый ноябрь сорокового года то самое воздушное наступление когда Лондон бомбили 65 ночей подряд о чем мы на этом канале говорили много с востока есть огромный союзник Советский Союз который эшелонами гонит труду нефти зерно ну и на кой же хрен бы немцы была нужна помощь со стороны какой-то непонятной организации и какого-то непонятного частного лица который прислал им письмо письмо перевели на английский извиняюсь на немецкий язык и положили в архив нет никаких следов чтобы его даже когда-либо доложили в министерстве иностранных дел в Берлине вот собственно говоря и все вот собственно говоря и все на этом началось продолжилось и закончилось сотрудничество сионистов с Гитлеровской Германией частное лицо может быть может быть по согласованию с несколькими десятками участников своей экстремистской террористической безусловно террористической организации написало письмо которое немцы прочитали а собственно все ну дальше продолжались серии террористических актов направлено против английских военных английских полицейских 12 февраля 1942 года Штерн захватили на конспоративной квартире прямо там же и убили есть две версии по одной версии его буквально сдали его буквально сдали его бывшие бывшие соратники по Иргуну по другой версии просто произошла утечка информации англичане перехватили какое-то письмо вот собственно говоря на этом то весь инцидент и исчерпался но учитывая то колоссальное внимание которым это ничтожному по своим последствиям инциденту придают всякие удивительные люди должен вам сказать что недели две назад я в интернетах видел некое существо вроде бы еврейского происхождения каковое существо говорило о том что Степан Бандера и Аврам Штерн это практически одно и то же потому что тот и другой сотрудничали с гитлеровцами но если что-то еще надо еще раз объяснить я готов еще раз объяснить в чем разница пункт номер один разница в масштабе сотрудничество в кавычках сионистов с гитлеровцами продолжалось например на полчаса или два часа сколько немцы читали переводили это письмо на этом оно завершилось сотрудничество организации украинских националистов о чем мы много говорили в частности на нашем закрытом канале сейчас есть цикл лекций интервью бесед лекций с Даниилом Борисовичем Яневским по поводу Коновальца Евгена Коновальца первого создателя первого вождя так назывался вождь организации украинских националистов для ООС сотрудничество германией со спецслужбами сначала в Веймарской Германии, потом в Гитлеровской Германии, было Альфа и Омега их существование. Они существовали на эти деньги. И Коновалец, и Мельник, пришедший на место, и Бандера были в самом прямом смысле слова завербованными агентами Аббера. Они получали деньги, они получали оружие. А в частности Бандере немцы предъявили в свое время, что он 3 миллиона марок переместил с того счета, на который они разместили, на свой личный счет, и потребовали вернуть 3 миллиона марок назад. Оцениться масштаб. Это полтора миллиона долларов, тех долларов конца 30-х годов, ну 40-го, конечно же, года. Именно немцы создали под их руководством в структуре Аббера был создан батальон Ахтигаль, которым командовал Шухевич. Именно немцы, немецкая армия, а вовсе не батальон Шухевича занял Львов, выкинув оттуда Красную армию. Именно то, что немцы заняли Львов, Львов и позволило 30-го июня. С 41-го года прогласить там Бандеровское государство и так далее. Это сотрудничество прервалось, потом возобновилось. В 44-м году оно уже полыхало в полный рост, и 44-й год закончился и для Мельника, и для Бандеры. С тем, что их собрали в Берлине, разместили в очень комфортных осыпняках, где они снова стали там создавать какие-то организации, структуры поддержки Гитлеровской Германии. То есть, это продолжалось буквально до последних недель существования Гитлеровского рейха. Есть разница. Это первое. Второе. С Гитлеровской Германией сотрудничали общепризнанные руководители, они назывались вождями Организации украинских националистов. Коновалец, Мельник и Бандера. Ну, потом, и те, кто уже приглашал Стецкок, Ряслав Стецкок, который приглашал это самое украинское государство во Львове. А крохотный на два часа эпизод сотрудничества с немцами производило частное лицо, которое, еще раз повторяю, может быть, и представляло интересы нескольких десятков членов вооруженных структур на сионистском подполье, оно никак, никак, ни в малейшей степени не могло считаться каким-то представителем, тем более руководителем еврейского ИШУ, еврейского общества в Палестине или, тем более, всего сионистского движения в целом. Ну, и третье. Это полное отсутствие какого-либо результата. Если сотрудничество Организации украинских националистов и Германии имело самые разные последствия для тех и других и для туристов, то это письмо не имело никаких последствий. И, тем не менее, я считал возможным потратить ваше время на его обсуждение, потому как, ну, невозможно, это мне лично кажется невозможным, это дальше слушать, не давая этому делу неких комментариев. А на этом наш сегодняшний разговор подходит к завершению, ибо завершилась, да, завершилась Вторая мировая война. Она завершилась тем, чем она завершилась. В ходе организованного гитлеровцами геноцида погибли миллионы, по максимальным оценкам, 6 миллионов еврейского населения. А сионистское движение, созданное именно для того, чтобы произгласить и организовать государство убежище для евреев, не смогло решить главную задачу, которая перед ним стояла. Это еще один дополнительный страшный психологический удар. Англичане продолжили в том же духе, закончилась война, и по-прежнему английские корабли останавливали корабли, которые везли еврейских эмигрантов в Палестину, их высаживали на островах, их загоняли в концлагеря. Была совершенно феерическая история корабля «Эксодус» с еврейскими нелегальными репатриантами, которые со стрельбой англичане остановили, высадили где-то в Европе, в конце концов перевели этих людей, среди которых были узники нацистских концлагерей, лагерь для интернированных лиц в Любике, где узники концлагерей могли в соседнем бараке созерцать своих бывших охранников. В конце концов англичанам все это дело надоело, к тому же там сменилась власть, к тому же после войны у власти были левые либеристы, и они решили, что это чемодан без ручки, им надоел. А Британия обратилась, ну тогда уже не было Лиги Наций, была Организация Объединенных Наций, заявление о том, что она готова отказаться от своего мандата, и разбирайтесь вы с этим делом сами. И наступил 47-й год, и Организация Объединенных Наций приняла то самое знаменитое признаменитое решение, которое считается решением о создании государства Израиль, а, на мой взгляд, является решением об окончательном разрешении еврейского вопроса в Палестере. А как это все дело происходило, мы и будем говорить в следующей серии нашего большого сериала. На сегодня спасибо за внимание.